В чисто поле возле речки. Вода очень теплая, просто безумно теплая. Вон чувак прям на джетскилл едет. Смертельный номер. День седьмой нашего телеперешествия. Что вы тут видите? Тут уже ничего не осталось. Мы тут завтракаем. Посмотрите, с каким видом мы сегодня пьем свой кофе и завтракаем. В общем, нам вчера повезло остановиться на ночь в штате Юта в очень классном Орви парке. Очень красивом, очень ухоженным, новым. Просто потрясающим, с потрясающим видом. Мы в восторге. Сидим, смотрим вот на эту гору и радуемся. Сейчас позавтракаем. Какие у нас дальше планы? Выкупать наше телце. Да, здесь есть бассейн. Позавтракаем, пойдем, сходим в бассейн. Ну и потом поедем. Потом поедем. Так, мы почиполинили. Куда, Люк? В бассейн. Бассейн. Вот так выглядит наш кемпинг. Очень свободно здесь. Тут у них две площадки. Одна вот там внизу, и там побольше трейлеров было вчера вечером. А здесь, ну вот этот один стоял, и мы вчера приехали. Вот, получается, два Монтерхома. Наш и вон ребята на арендном. Они с Германией путешествуют. Вот мы буквально с ними вдвоем соседями были. Вот тут есть туалет, душ, все дела. А там бассейн. Сейчас поплюхаемся. Мы никуда не торопимся, пользуемся всеми возможностями. Че ты маленький бабушка-пират? Купаться идешь? Лизка у нас полюбила купаться. Вчера в реке вообще прям кайфовала. Не вытащить было. Срочные новости. Breaking news, ребята, breaking news. Таких новостей вы точно от нас не ожидаете. И нет, мы не закрываем свой канал на ютубе. Мы открываем еще один. И знаете где? На Бусти. Уже несколько месяцев наши подписчики нас к этому подталкивали. Давайте, говорит, откройте что-нибудь, чтобы мы могли вас поддерживать. Ну вот, пожалуйста. А также было очень много запросов, что хотелось бы видеть больше роликов. Итак, на Бусти с самых простых уровней подписки вам будут доступны те же самые ролики, что на ютубе, но без тормозов, без необходимости подключать VPN и без рекламы, которые вставляют в ютуб. Заканчивая тем, что на более высоких уровнях подписки вы будете смотреть видео наши раньше, чем все остальные. И плюс, будут дополнительный контент, который все очень любят и ждут. Видео о работе, о зарплате, о доходах, о расходах. Все то, что хотелось бы видеть, но то, что мы покажем не только лишь всем. Вы что, блин, упали? Это будет только на Бусти. Поэтому, если вы хотите не только нас поддержать, но и видеть много интересного, заходите. Ссылка будет в описании к этому ролику. И уже прямо сейчас там на Бусти залита эта серия. Следующая серия будет на два дня раньше, чем на ютубе. И более того, там уже залиты серии моего челленджа, где я поставил себе цель за определенное количество дней заработать определенную сумму денег. И там я покажу, как я это сделал, сколько у меня получилось, сколько я зарабатывал в день и каким образом достиг желаемой цели. Сложно это было вообще или не сложно? Этот челлендж уже частично лежит на Бусти, частично на монтаже. И все это будет плавно появляться там. Поэтому увидимся с вами на канале на Бусти. Он также называется Демосквинс. Заходите по ссылке и выбирайте свой уровень подписки. До встречи на Бусти! Все, решили. Аккуратно, Люб, она не достанет. Ага. Вода прикольная. Теплая? Да. Один отдыхающий уже чилит. Ложись, Лисенька. Хорошо? Ложись. Ааа, кайф. Седьмой день нашего путешествия, как вы поняли, уже начался в штате Юта. Мы позавтракали омлетиком с шикарным видом. Накупались в бассейне. Да, Жена? Да. Обнулили трип на сегодня. Вот. Ноль. Миль. Суммарно мы проехали на данный момент 1295 миль, 1300. И в километрах это больше 2000. Больше 2000 километров позади. И мы выдвигаемся на следующую точку маршрута. Ехать нам до нее всего лишь 200 миль. Навигатор показывает три часа. Пока не будем рассказывать. Не, не будем пока. Приедем, увидите. Давай. Потрясающий кэмп. Нам очень он понравился. Рекомендуем. Абсолютно новенький. Новенький, чистенький. Ну, настолько хорошо все сделано. Ну, очень душевно. И хороший. Смотри, тут можно пропейн походу заправить было. Но нам не надо у нас. Да, у нас есть. У нас того пропейна хоть отбавляй. Вот так называется, смотрите. В штате Юта. Кому и для кого это интересная информация нужная. Имейте в виду. Это интересная и нужная информация для тех, кто будет путешествовать на автодоме. Поэтому путешествуйте на автодоме. Особый вайб. Мы через пару дней домой приедем и поделимся всеми своими впечатлениями. Просто... Может, я прям подумываю, что стоит записать отдельный ролик, рассказать о том, какие плюсы и минусы, да? Да. Обнаружили для себя. На прощание давайте посмотрим с вами на эту чудесную... Над минусами надо будет сидеть, подумать. Над минусами мы подумаем и постараемся их минимизировать на следующий раз. Но я имею в виду, в смысле, не так как много. То есть надо будет прям по-кубатурить. Да. Классно. Вот просто посеред пустыни расчистили место, площадку, подвели все коммуникации, водичку, электричество, канализацию. Можно я сейчас это, кое-что скажу? Это многим не нравится. Потому что начинают говорить, вы Россию обсираете, вы Россию обсираете. Вы знаете что? Вот мои родители живут недалеко от города. И они до сих пор, у них городской канализации нет. У них все сливается в бак, который закопан. Туда приезжает машина и каждый месяц откачивает этот канализационный бак. А тут, видите, посеред пустыни. Есть канализация, куда каждый может подключиться. Электричество, вода. Как это происходит? Я не знаю. Почему так? Просто посеред пустыни. Это не деревня даже, это просто кемп. И уровень комфорта совсем другой. Ну, что уж говорить, у нас в Новосибирске, во многих частных секторах, когда мы искали свой дом, не было городской канализации. Да, только эти, как это называется. Эти септики, да, которые нужно было самостоятельно там чистить. Не знаю, считайте как хотите. Можете говорить как хотите, засираем, не засираем. Ну, просто это факт и все. Вот и все. Такой факт. Просто люди почему-то факты интерпретируют, как будто мы какой-то негатив. Но это ваше восприятие, сорян. Да, это всего лишь навсего факт неоспоримый, который вот, ну, как бы, его никуда не деть. Вот и все. А там уж хорошо это или плохо по отношению там к нашей родине зависит. Да, это же не наша вина, что вот там так. Вот просто так. Вот это можно сравнить и это очень... Вот смотрите. Канап Юта. Вот здесь мы были. Поговаривают, что все дома в Америке из говна и палок. Смотрите, кирпичный дом. Тут просто из говна. Из палок. Если честно, мы с вами в шоке. Мы не видели особо здесь еще кирпичных домов. А вот тут вон следующий, он тоже какой-то каменный, смотри. А тут, видимо, с камнем нет проблем. Где-то в Калифорнии с деревом нет проблем, а здесь с камнем. Дрехуй забор живописный. Короче, это город Канап. Оказывается, тут дофигища достопримечательностей. Это прям туристический городочек. Вчера, когда мы заселялись в наш RV-парк, мы выяснили, что тут по окрестностям дофига просто озер с рыбалкой, с вот такой вот, с какими-то вот такими лососями, форелями, не знаю с кем. Короче, тут баги, туры по всем этим пустыням, по каньонам, короче. Здесь просто один на одном всякие парки, отели. RV-парки, отели, глэмпинги, небольшие домики, такие хижинки, которые, ну, как глэмпинги. А еще в этом городе проходит вестерн-фестиваль, который будет вот буквально с 22 по 24 августа. Это будет фестиваль ковбойской песни. Пляски песни. Внутри, вон, опять RV-парк, видишь? Да. Как мы уже тут говорили, мы в инстаграм это сейчас рассказывали, что будут ковбои в шляпах, женщины в передниках и с большими задниками. Плясать. Смотрите, еще один кирпичный. Вот тут, короче, это знаете ли. Я говорю, ну тут нет с каждым проблем, просто они, видимо, берут вот этот известняк и из него встроят. Очень красивенький городочек, маленький. Вот, короче, вот мне в Америке нравится вот эта, вот эта эстетика маленьких городов. Чудесных таких, миленьких. Да, маленькие такие, полудеревенские города. Они просто такие милашные. О, смотри, апартики просто апартный фокус. Ага. Такой уже более-менее современный. Короче, ну вот, если в России заезжаешь в деревню, она вызывает определенного рода уныние, то здесь заезжаешь в деревню и такой вайп прям хочется остаться здесь. Ну, по крайней мере, на несколько дней точно. Вот такое поле зеленое. Он что-то, смотри, все поливается поливалками. Кушайте, наверное, тут просто живутые какие-то раньше. Вы тоже с кранчем. Нам уже наши подписчики, друзья, кто бывал до этого в Юте, написали, что да, действительно, Юта очень живописный штаб, красивый, зеленый, с развитым сельским хозяйством. И они, кстати, тоже любят цараи. Ага. Надо не так шедовские, тут другие. Очень красиво люди живут в городе Канад. Кейн, как он? Мы не знаем, как правильно называется. Знаете, о чем мы думали? Всю дорогу, пока мы путешествовали по вот этой потрясающей Аризоне. Когда мы тут проезжаем по Юте, наблюдаем горы Колорадо, вот эти горы Колорадо, мы думаем, блин, а те, кто тут живут, они этого не видят. Для них это уже настолько, но просто уровень нормы, обыденность. Что они просто этого перестают замечать. И как классно выбраться из своего города, вот как мы это сделали, да, из Сакраменда. Проехаться и просто увидеть вот это вот все свежее, получить новые эмоции. Это просто непередаваемое ощущение, как будто реально первый раз в Америку приехал. То есть вот это нам создает то ощущение, что мы что-то новое для себя открываем. State Line Arizona. Вы думаете, что, опять в Аризону попали? Наверное, я... Смотри. Welcome to Arizona. Здрасте. Приехали. Ё-моё. Может, они в ту сторону газону? Ты уверен, что ты в правильную сторону едешь? Навигатор вот так идет. Короче, про что мы хотим сказать? Вот живешь ты в Сакраменда, когда приезжаешь только, все в новинку, о, туда, туда поехал, ну все так интересно. А вот, ну... Проходит время? Проходит время, и ты привыкаешь к этому. Вот люди, они же ко всему привыкают. Такое животное, ну человек, такое животное, ко всему адаптируется. Люди, которые живут здесь, они уже адаптированы к всей этой красоте. И смена вот этой локации, она позволяет напитаться чем-то новым. Смотри, какая египетская пирамида, блин, впереди. Да, много. А кто-то живет, он ее подножие даже ее не замечает. Гранд-Каньон. Что, да, сейчас через Гранд-Каньон поедем? Ну, это же красота. Слушай, ну не путешествие, а сказка. Ну, просто куда ни хыркни, везде Гранд-Каньон, пол-Америка он занимает, поэтому... Ну, не пол-Америки, а всего три штата на самом деле. Всего-то. Аризону, Юту и Неваду. Проезжаем через маленький какой-то городочек. В Юте, да? Это Юта, опять? Мы опять в Юте. У нас дорога идет вот так. Вот так, вот так, вот так. Аризона, Юта, Аризона, Юта. Как вот тут дык написал. И мы то въезжаем, то выезжаем. из Юте. Вот мы уже его практически весь проехали. Он такой милый городок, такой ухоженный, такой чистый, такой весь приятный. Мы сейчас уже выезжаем. Да, и очень много таких местечек аутентичных. 361 бензилка. Ребята, все дешевле. И городок с очень красивым видом на горы. Маленький городочек. Маленький. Северный городочек. Называется как-то Heritage. Heritage какой-то, да. Ну, в общем, мы не знаем, как правильно читается в английском. Вот с таким видом люди живут. Красивые. Да, там горищи. Новый райончик какой-то строится. Какой красивый. Посмотри, весь такой камнем и обложен. Да, и с таким петлом, да. Класс вообще. Вот тоже смотри, на горам. Новый район. Потрясающе. Еще раз посмотрим, как называется. Hurricane. Написано в этой тюрьме. Hurricane. Мы как раз сейчас проезжаем где-то на уровне национального парка Зайон. Это тоже... направление, смотрите. Вот направление на Лас-Вегас, а вот на Солд-Бейк-Сити. Мы когда едем прямо? В Сакраменто. Мы едем в Сакраменто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Это жесткая пустыня Я три минуты постоял, пока заправлялась машина И не могу понять, как тут люди выживают Наша Сакраменто это курорт Такое ощущение, что здесь в принципе надо вообще без штанов ходить Да, Люба? Это ощущение, что тут вообще не надо никуда ходить Да, это что очень... Блин, прям обжигает ноги, обжигает руки Мы вышли как бы это окей Но когда ты стоишь три минуты На вот этом обжигающем ветре Это просто невероятно Да, ветер реально обжигающий И обжигающее солнце Я не знаю, как здесь люди живут реально Чуваки, кто в Неваде живет? Напишите, как вы живете в этом? Вообще мы остановились заправиться И чуть-чуть перекусить Возможно, что-то мы тут найдем Но Даня на Кефси здесь есть Ну да А мы думаем, вдруг это то самое с Барро Которое мы очень любим, да Только просто местные вот эти уличные столики настолько суровые, что даже зонтиков нет Да, она... Только сядешь и ожог не теснет Ага Алиса красная моментально Она такая смешная Она у нас на жаре краснеет Посли, посли скорее Господи Человек только проснулся с момента, как мы выехали Она брякнулась спать Только сейчас проснулась Смотрите Вот это трейлер Просто вот такого размера Как два наших Я не видела никогда в жизни Как два наших вместе с кабиной, блин Да Это просто, мне кажется В сравнении с человечком, да, такое? Ага Вот наша Это, блин, четырешка в центре Москвы А это, да Четыре бедрум Две двери, смотри Ну это, да, отдельный выход есть Из этой Из мастер бедрум Выход на улицу Офигеть, я такого никогда в жизни не видела Поехала Поехала кораблина Ох, какой огромный Капец Такие колесики маленькие для него, да? Да Смотрите, какой большой Класс Вот это масштаб Гулять так гулять Эти американцы любят все большое Мы ехали-ехали Доехали до границы с Невадой Пообедали И наш водитель слегка устал Лег поспать Знаете, в этом прелесть автодома В любой момент остановился, поел, послал Сделал все свои дела Поехал дальше Очень комфортно Велкам ту Невада Мы с вами Только что Пересекли границу штата Аризона и Невада Вот, пожалуйста И сейчас Четвертый штат На карте наших Путешествий по Америке Все заодно Поездки Смотрите, да? До Лас-Вегаса нам ехать еще больше часа Реклама казино уже началась Вот тебе казино уже Тут есть виш Можно, в принципе, прям И реклама Это вот просто Можно прям заезжать На прям сейчас Ну, если ехать, то только в Цезарь Пайлос Да Интересно, в том Марцарь реально что-то в Цезарь Ладно, ладно Это шуточка из фильма Да, да Смотрели фильм? Мы, кстати, вот Совсем недавно Угадайте, что за фильм Да, кстати Кто понял вообще Откуда шуточка-то вообще? Из какого фильма? И вообще расскажите Как вам этот фильм? Какую часть любите больше? Мы совсем недавно вот пересмотрели Сколько? Две части, да? Я не помню Ну, короче Самые смешные Ну, да Тве Просто Просто Я не знаю В 50 раз мы их смотрели Уржались вообще И сделали вывод Что таких смешных комедий Больше не снимаются Давненько Так что Наслаждаемся видом Штата Невада Ну, слушай Пока это не сильно похоже на пустыню, да? Достаточно Да, как тебе сказать Это же просто Насадили тут Вот этих деревьев Пальм и так далее Они же растут Ты посмотри Так и поливают Ну да Ну да Блин, травка-то, конечно, да Желтенькая Но еще мы вам так скажем Сейчас на улице Больше 40 градусов Сильно больше И очень сильно жарко Ну, мы вам рассказываем Ну, честно говоря Я так пожар На улице Нискутывал, наверное, нигде И никогда Вот тут, наверное, тяжко Сарай строить, да? Я не знаю Бедалаги Если кто-то строит сарай То как они это делают? Ну, как начнут Я с возьмена Смотрите Вон он вдалеке В Гегас И-ха Так Сколько у нас денег осталось? Надо удвоить наши капиталы Ну, на самом деле Мы Второй раз Получается в Вегасе Я считаю Что когда мы летели С границы Мы таки были в Вегасе Пускай полчаса Но были О, я там чуть все Деньги наши не профукал Все Автомат Да Не помню Кстати, рассказывали Азартный человек Ну, рассказывали Но напомнили Потому что Короче Мы прилетели Мы летели с Фениксом Сакраменто Пересадка у нас была В Лас-Вегасе Когда мы вышли Из своего самолета Первого Прямо тут В аэропорту Стоят игровые автоматы Я думаю Ну, как побывать в Вегасе И не засунуть в автомат Там сколько-то Пару баксов Я не помню Уж сколько я засунул Там пятерку В общем Контента ради Да Чисто чтобы снять Видосик Вот как мы Крутим, короче Однорукого бандита Я сажусь А на автомате так удобно У них беспроводная зарядка Кладешь вот так телефончик На нее И он заряжается Чудеса Чудеса В общем, я думаю Как удобно Молодцы Как придумали Положил телефончик Он заряжается Втыкаю там баксов 5 Прокручиваю Ну, естественно Все Мы ничего не выигрываем Встаем И Как и собирались Идем дальше На наш самолет Аэропорт Лас-Вегаса Это особый вид Лабиринтов Это просто Блин, километровые Какие-то проходы И мы думали О, целый час Пересадка Мы еле-еле Успели Блин, к своему самолету Просто Дотелепаться И когда мы садимся В самолет Я понимаю Что у меня Нет моего телефона В карманах А к этому телефону Привязано абсолютно все Карты Шмарты Все, что можно было Все на нем И потерять телефон Это значит Что потерять абсолютно Все, что у нас было Все деньги В общем, чуть все деньги Вот так я в автомат Не прокатал Ну, чтобы Мы шли 40 минут Блин От одного гейта До другого А тут До вылета Остается буквально Сколько там Я не знаю Какие-то 10 минут И я понимаю Что телефона нет И жене говорю Я побежал Чуваки, которые В самолете Берет и убегает С сумкой В которой Все наши паспорта И оставшиеся деньги Вообще все Тоже Да Ну, я думаю На крайнях Они-то долетят Там уже как бы Это А я разберусь Что дальше делать Убегаю Внестер Ты не успеешь Я говорю Ну, посмотрим Что Успею Значит успею Нет Значит не судьба Так быстро Я никогда не бегал Ё-моё Вот то, что за тобой Кто-то гонится Наверное Так быстро Люди тоже не бегают В общем За 10 минут Оставшихся Я успел Вбегать туда И обратно Тот путь Тот путь Который Мы в одну сторону Шли Только 40 минут Вот Короче Прибегают А телефон Заряженный Лежит Ждет Все Это Наши соседи Поехали Это у них Другая картина Была Ну короче Успел И забежал Буквально Я не знаю Я забежал Уже в закрывающуюся дверь Протиснулся И мне стюарты Хлопали Я только сел У меня морда Вся красная С меня все бежит Я думал Все давление Сейчас венки лопнут И все Стюарт Мне сразу Такой стакан воды Мы еще не взлетаем Ничего Он такой Пей типа И все И они такие хлопают Мне типа Нифига Молодец Да Вот такая история была Так что Азартные игры До добрания доводят Да Будьте аккуратнее С азартными играми Есть вариант Прокатать все А мы тем временем Подъезжаем Город грехов Сейчас согрешим С тремя детьми На автодоме Согрешить мы Да Конечно Не в той компании мы И маленько Не на том транспорте Надо было все-таки Ехать на кабриолете Нашим воображаемым Ну В общем Мы все равно Проезжаем через Вегас И грех Не заехать В этот город грехов И не посмотреть Его хотя бы одним глазком Что мы собственно С вами и сделаем Так что мы с вами видим Хилтон Башня Трамп А что за башня Трамп Слушай Не знаю Здесь это или нет В этом ли городе Но О смотри Палаццо Вон она Стоит Вот это вот Трамп И левее Да Но мы хотим Знаете что увидеть Что? Ну вот сейчас Когда увидим Тогда и все узнают Ну да Будет это пока останется Пасенькой тайкой Интересненько Смотрите Мы подъезжаем Вот эти вот красивые Такие здания Мне нравится Что это такое? Посмотри Энкор А вот этот Вин Нгло Да валяется 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 Упало и валяется Севес Даже Севес Такое Знаешь Монументальное Да? Как будто И в ней Можно удвоить Нашу категорку Севес Это аптека Если что Если кто не знает Ну Если представить Что этот город Реально находится Посреди пустыни Он очень красиво выглядит Для города Среди пустыни В целом Красиво выглядит Да Очень Как сказать Каждый пытается Здесь видимо Владелец Или как сказать Выпендриться Выделиться Короче И действительно Блин Вот такие Функционные Какая зелень Оазис Такие Водопад Бьет Смотрите К тому Ух ты Мы не смогли Проехать мимо Вегаса Из-за сферы Очень сильно Мы хотели Ее посмотреть Конечно Ее круто Смотреть В темное Время Суток Изнутри Изнутри В том числе Снаружи Она тоже Знаешь Очень прикольная Вот Но Мы Здесь Не в темное Время Поэтому Смотрим Что есть Знаете Даже Не в темное Время Это Время Это впечатляющее Зрелище Время Я хочу Я хочу Тут Жить Люк Ты видишь Сферу Да Я хочу Тут Жить Я же сказала Так Переезжаем Пройди замуж Переезжай Куда Хочешь Не маленькая Как цирк Новосибирский Ну Неправильно Ты что Ты сказал Че попало По-моему Нет Пацанки Я не знаю Интересно Офигеть Она большая Какая Реально У нас У меня Ничего Нет Я Надо И подалече Смотреть Сейчас Надо Въехать Куда И Погнал Здесь Полосить Короче Мы Нашли Парковку Где Припрятали Наш Домик Чтобы Посмотреть На Это Короче Дане Даже Очень Понравилось Неожиданно Но Понравилось Мы Ему Сказали Что Это Огромный Круглый Телевизор Короче Мы Нашли Очень Интересную Позицию Для Того Чтобы Ее Посмотреть Сферу И Поснимать Прямо Возле Нее Есть Двухъярусная Парковка И Чувак Который Стоит На Входе Говорит Типа О Ну Пешеходам Надо Идти Там Где-то Что-то Обходить Туда-сюда Мы Говорим Слушай А можно Мы Просто Пойдем Снимем Видео Там Сфотографируемся Он Говорит А Да Конечно Для Этого Конечно Идите Он Думал Что Мы Хотели Вон Туда Пройти А Зачем Нам Идти Туда В Толпу Если Нам Отсюда Все Прекрасно Видно Интересно Девки Пляшут Дань Как тебе Такой Телек Иди Погляди Телевизор Нравится Мультики Даня Залипла Что такое Смотри Гномы Какие Проезжаем С вами Отель Беладжо А вот он Цезарь Пелос Пожалуйста Вот он Цезарь Пелос На лунку Так Сделаем Короче Эти оба отеля были в фильме Мальчишник в Вегасе Мальчишник в Вегасе В Цезарь Пелос они жили И чувак там на крыше спал А в Беладжо Они встречались с ФБРовцем Мы хотели короче Посмотреть эти отели Но когда-нибудь Когда мы поедем В этот В Лас-Вегас Целенаправленно С целью отдохнуть Там что-то погулять И посмотреть его Мне бы очень хотелось жить Именно в Цезарь Пелос Чуваки сделали Жутко Жутко крутую рекламу Этого отеля Да Шибко хорошая Чтоб с утра проснулся У тебя там тигр шарится Там ребенок какой-нибудь Еще Еще какая-нибудь Ребенок по-моему Не в этой серии был Или в этой О боже Они же этой Проститутки на которой Он женился Это ребенок Да-да Короче Ребят Если вы еще не смотрели Этот фильм Я не знаю Есть такие люди Которые не смотрели Этот фильм Но если вдруг не смотрели Посмотрите Мальчишник в Вегасе Мальчишник в Вегасе Доброе утро всем Вот это видео Я специально делаю Для тех У кого были вопросы В инстаграме Нас много писали А можно ли на автодоме Останавливаться Не только на специализированных Парковках Можно Вы же как черепашки У вас все свое Вот Домик-то за спиной Вот Да Можно остановиться Где угодно Самое главное Не останавливаться Там, где нельзя парковаться Вот А там, где можно В теории Вы можете остановиться Завести генератор Ну, как бы И заниматься там своими делами Вот мы остановились сегодня На Тревел-центре Таких очень много В общем По дороге едешь И может Остановиться кто угодно Отдохнуть Видите, там разные машины стоят Вот большая стоит Там вот Маленькие машинки Ну, вот мы стоим Мы вчера вечером ехали-ехали Стало уже темно Стало тяжко ехать Ну, просто завернули Встали Включили генератор Включили Кондер Потому что мы находимся Среди пустыни И очень жарко И всю ночь с кондером спали И отлично В общем, сейчас позавтракаем И мы поедем дальше Двигаемся в сторону дома уже Ну что, мы снова в путь Выдвигаемся Выдвигаемся Кстати, рассказать Вот за вчера мы преодолели 340 миль Давай, кстати, посчитаем Сколько это в километрах 544 километра Угу За вчера Суммарно пока мы преодолели 1635 миль Уже 2600 километров Сколько нам осталось До Сакраментовки? 437 миль Начало маршрута до места Сакраментка Друзья, едем мы с вами сейчас По пустыне Наверное, вот эта дорога И эти населенные пункты Через которые мы будем проезжать Они не сильно известны Но примерно, короче По правую руку от нас Ну, чуть дальше вправо Находится национальный парк Долина Смерти Калифорнийский В пустыне А по левую сторону от нас Национальный парк Джошуа-3 И куда-то туда будет оушен, да? Вот так Ну, да, туда еще Еще левее, левее, левее Будет побережье Кстати, у нас сегодня вышел Первый ролик из нашего путешествия На Ютубе Мы еще, блин, не доехали А уже ролики выходят Спасибо большое Сане Нашему монтажеру Который красавчик Просто капитальный Саня, любим тебя со всей души Со всей силы Целуем разбегу И целуем с разбегу Тех, кто пишет нам комментарии Потому что мы сейчас едем Как раз читаем ваши комментарии Спасибо огромное всем, кто их пишет Под этим роликом тоже оставляйте Нам всегда безумно все читать На самом деле так интересно Мы сами всегда смотрим свои ролики Обязательно Вот, и так интересно было его смотреть На тот момент, когда мы ехали только первый день До своего первого пункта назначения Короче, план был вообще другой Мы вообще по-другому планировали построить это путешествие Мы собирались заехать совершенно в другие места Ну, естественно, конечно, мы собирались в Гранд Каньон И вот обязательно посмотреть Аризону Но мы, кстати, планировали заехать в парк Джошуа-3 Но из-за тех обстоятельств, которые у нас сложились в пути В парк Джошуа-3 мы не заехали Поэтому, ну... Она, мы их на самом деле видели всю дорогу Деревья Джошуа, да Мы видели всю дорогу Маленьких уродцев этих Ну, наверное, может быть там в парке как-то Они, может быть, как-нибудь больше, красивее Кто его знает, не знаю Вот Долина Смерти тоже, говорят, очень интересная Ну, по большому счету, что у нас? Приездом на колесах Что нас остановит съездить во все национальные парки Америки? Ну да, слушай, тем более, что они у нас вообще за огородами, получается Да, очень близко Наслаждаемся прекрасным видом пустыни Я не знаю, в какой пустыне И еще, кстати, у нас возник вопрос Исходя из комментариев, которые уже к первому ролику посыпались У нас возник вопрос Многие там спрашивают, сколько поездка обошлась А какие плюсы, а какие минусы, короче И вот напишите, пожалуйста, в комментариях Стоит ли нам снять отдельный ролик Который мы полностью расскажем о нашем путешествии Сколько это стоило О впечатлениях своих О впечатлениях Всего лишь на всего на восьмой день Мы сообразили, как она работает 100% правильно И держится Короче, мы очень опытными стали За это путешествие у нас уже возникло понимание Как рационально использовать Как экономить в поездках на доме, на колесах Ну, когда и где стоит останавливаться на RV-паркингах А когда нет Что такое хукапы? Как это работает? Есть, чтобы заправляться Потому что, ну, действительно, как бы большие автомобили Они едят много И хотелось бы экономить там, ну, то есть по возможности На, там, бензине и так далее Поэтому, если вам интересно это И вдруг вы собираетесь в путешествие Когда-то там в доме на колесах Мы можем всем этим поделиться Пишите в комментариях Надо, нет? Для того, чтобы снять вот эти деревья Джошуа-3 поближе Мы сейчас по трассе задом сдавали С полмилли На самом деле мы реально очень сильно хотели их посмотреть вблизи И сфотографироваться И благо дело, что они вот так растут просто вдоль дороги А мы хотели из-за них ехать в целый национальный парк А они вот они, пожалуйста Да, но вот это, блин, тоже Ну, тут ротцы какие страшненькие такие, вот есть Какой-то гибрид Полудеревья, полупальмы, полукактусы Ну, это мы так думаем Вообще, это написано, я про них почитала уже Это деревья рода юбка Какие-то, короче, но они очень странные Они очень странные ершики Ну, они когда маленькие, они вот такие ершики, да Да, он, видите, малюсенькое растет А потом разрастается и такие уродцы становятся Пустыня Мохаве Вот они везде растут, эти деревца Смотрите, какие страшненькие Но очень интересные, такие прям Удивительные Да чего же удивительно Наша планета, да И это природа Это просто вот создает всяких странных существ Вот таких, как эти деревья, например Дерево дракон Да, смотрите, какое интересное Страшненькое такое Сейчас все развалилось Вон они тоже растут вдалеке Ну, кстати, не так-то уж и жарко Смотрите, там вдалеке Сколько вентиляторов Пустыню охлаждают Что жарковато Слушайте, ну мы сейчас только что выходили Снимать вот эти деревья Ветер просто, ну, такой хороший И прям Жгучит Задует И, видимо, решили люди не терять Эти возможности даром И понадобится Смотрите, сколько вентиляторов Можно оставить Очень много, да Поближе посмотрим Вентиляторы Вот они здесь Вам на камере Они однозначно Смотрятся очень малюсенькими Но Мы несколько раз Встретили на своем пути Как их машины и лопасти перевозят Там обычная фура Не подходит То есть это вот Углиненная такая штука Наверное, длиной Как две фуры Вот это вот Одно лопти Они огромные Просто огромные Вот мы едем сейчас По пустыне И вот это вот Целая долина Вот этих ветряков А чуть-чуть раньше Мы проезжали Просто поля Целые поля Солнечных панелей Стоит Потому что Люди берут энергию От всюду Откуда могут От любых Короче Природных Ресурсов Источников Да То есть Вообще Не надо Сжечь уголь Нефть Там еще что-то Вот Возглавляемая энергия Все крутится Вентилятор крутится Валышка крутится Да Где-то плачет Несколько тысяч Карлсонов Без своих Своих вентиляторов Смотрите Вот я сижу А там все едет Фокус, да? Как это такое Получилось Вот я тоже могу Всю ночь глядят вдаль Усталые глаза В пути шофер дальнобойщей Ну что рассказывай Я еду на грузовике А я вот там вот Немножко закемарил Короче А потом мы проезжали Коровью ферму И как завоняло Ага Я думал Жена испугалась Выскочил Пойдет? Пойдет Если ехать Просто смотреть вперед Все нормально Если представлять Что там сзади Просто за такой Целый вагон едет Ну как бы становится Маленечко зубковато А так Ну ничего Чувствуешь себя машинистом Электропоезда Машинистом электропоезда Ну типа того, да Осталось ехать 187 миль Это прям до дома 2 часа 37 минут Показывает В пути Если не останавливаться И давить на газ Так как это Чумачачая бабенка Я вообще не давлю Я вообще не давлю У меня Видишь ножки стоят ровненько Я научилась 88 километров в час Видите ножки у нее Видите какие ножки у нее Красивые стоят Получилась пользоваться Как его зовут Это было Да Круиз контроль Круиз контроль Да А что Хорошо Встаешь Пристраиваешься За кем-то Мы сильно не гоним Они все едут По своей полосе Мы по своей По правой Обгонять там Никого не надо Ну иногда бывает Обгоняю Ты обгоняла уже кого-то? Нет Серьезно? Серьезно Там не некого Все вокруг Они не дают Они меня обгоняют И все Отлично Варно Нет, честно Я Если честно Вот как бы ровно ехать Мне нормально А маленечку Вот так вот И рулить Я маленку Пока снять А не хочешь Завернуть куда-нибудь На какую-нибудь Растерию Чтобы Пересесть? Нет Чисто передохнуть Размять булочки И дальше ехать Нет Я только ради того Чтобы пересесть Ну ладно Тогда я пошел спать Ну что ж Мы подъезжаем к дому Уже буквально через 20 минут Мы будем дома Нам осталось ехать 23 мили За сегодня мы получается проедем 450 майлов Ну то есть для нас это вообще-то рекорд За весь этот трип В километрах это сколько мы посчитали? 750 720 720 720 километров Это блин как от Новосибирска до Омска Считали? Да ну даже чуть больше Конечно мы ездили такие расстояния То есть вот так Даже от Новосибирска до Омска Но не на доме на колесах Но не на доме На колесах На секундочку Сегодня так классно мы поехали Даже кое-кто еще порулил Да? В общем друзья Это наше первое путешествие На доме на колесах И наверное Да и наверное Абсолютно точно Самое длительное путешествие В нашей жизни Вот именно В котором мы столько ехали Много Суммарно мы проехали Сейчас скажу сколько Короче мы суммарно проедем 2100 миль 3360 миль Ой километров Километров Но мы столько никогда не ездили Короче Это очень много В пути мы были 8 дней 8 незабываемых дней Мы посетили 4 штата Посмотрели Гранд Каньон Подкову В общем все это Лас-Вегас Лас-Вегас Даже побывали в Юте неожиданно Короче Было классно И наверное надо сделать какой-то небольшой вывод И итог Мы можем 100% сказать Что если бы мы просто были на машине То мы бы 100% с детьми не осилили такой путь Надурили бы Потому что мы в любой момент можем остановиться В любой момент можем где-то поспать Погулять Сходить в туалет Поесть Поесть Причем поесть какой-то и домашней еды В том числе сготовить Мы можем остановиться на ночевку в любом месте То есть мы не привязаны к каким-то местам И какого комфортного, не знаю, передвижения Не было никогда Не было никогда Слушайте мы на машине ТЛС С детьми доехали Блин с ума сойдешь Да? Нам понравилось Мы едем сейчас И говорим о том Что так Ну нужно будет спланировать В какие следующие штаты мы съездим В какие следующие штаты посмотрим Пока мы ехали За все эти 8 дней Мы пилили много сториз Всяких в инстаграм Поэтому тот кто на нас подписан в инстаграме Тот видел вообще все в режиме реального времени И уже за это время мы получили кучу вопросов И вот потом основываясь на этих вопросах Мы сделаем все-таки итоговое видео В котором мы вам расскажем О самом важном О самых главных вопросах Которые у всех возникают Ну и скорее всего надо сделать обзор Полноценный обзор нашего автодома Потому что мельком-то его видели Но есть вероятность Я не знаю Может сейчас люди подтвердят это в комментариях Что это может быть интересно еще кому-то Ну то есть посмотреть его целиком А сейчас проехав Да Проехав 3,5 Почти тысячи километров Мы однозначно уже знаем Что о нем рассказать Особую благодарность хочется выразить Нашей компании чудесной Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк Вот этот человек маленький Сейчас я вам ее покажу Путешественник маленький Это самый главный путешественник Она просто потрясающе себя вела Она прекрасно ехала Эти 8 дней для нее Мне кажется Мне кажется ей понравилось Данька тоже кайфанул на самом деле Да Хотя он очень сильно соскучился По своему плейстейшену Да Он уже пару дней просится домой Просто потому что Он не ожидал Что путешествие будет таким длительным И мы в следующий раз Однозначно возьмем Кайфстейшен просто с собой У него только Нинтендо А там всего одна игра И она его утомила за 8 дней Наше путешествие Подходит к концу И мы в конце Очень сильно попросим вас Поучаствовать в выборе Следующего нашего путешествия Давайте вы Сто процентов Ну многие живут здесь Дольше нас Знают больше Умнее нас И посоветовать могут Какие-то такие классные места О которых мы даже не догадываемся Мы все так знаем На уровне Ну как бы Таких Обывателей Есть такое выражение Ты даже не знаешь Чего ты не знаешь Вот мы не знаем даже В какие места Нам надо Поехать И что посмотреть И мы очень сильно Просим от вас Поддержки Подсказать Какие места Стоит посетить Какие места Стоит самим посмотреть И людям показать Поэтому пишите в комментариях Какой следующий Какой следующий Трип нам планировать И где Мы вместе с вами Будем отдыхать В следующий раз Ну а пока Целуем С любовью Демосквинс Короче я думаю Что ее надо Переделать Вот досюда Примерно Ну может Вот досюда Может быть Вот Ну то есть Часть Чик Досюда И вот так Очень даже Но это станет гораздо удобнее Потому что появится место Хотя бы где можно Досточку положить И резать Да И они вот так Чтобы они вот так С бочком Они тогда не будут греметь Лиса Что ты там делаешь Бэби Иди сюда Субтитры сделал DimaTorzok